И к новостям криминальным. В краевой столице инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности дрифтеров-нарушителей. Ранее, ведя запись с лихими покатушками на площади Карла Маркса, вызвало большое обсуждение. Подробности этого и других происшествий расскажет Дмитрий Асташкин в патрульной рубрике. Дима, слушаем тебя. Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, эта тема вызвала широкий резонанс в соцсетях. И вот как было дело. В ходе мониторинга социальных сетей в одном из пабликов города Перми была выявлена критическая публикация, на которой видно, как несколько автомобилей отечественного производства, проезжая кольцо площади Карла Маркса, двигаются с нарушением правил дорожного движения. Итог рьяных покатушек, 18 административных протоколов и 9 требований о прекращении правонарушения. Личности водителей установили госавтоинспекторы. Всех привлекли к ответственности. Выяснилось, что они состоят в сообществе автоспортсменов, проводят тренировки по экстремальному вождению на Пермском автодроме. Ранее правила старались не нарушать, а этим видео и вовсе хотели сделать что-то хорошее – пропагандировать автоспорт. После беседы с дорожными полицейскими пообещали впредь соблюдать правила и свои тренировки проводить только на специально оборудованных территориях. Между тем, в Чайковском полицейский спас из огня мужчину и его автомобиль, сообщают краевые МЧС и полиция. В доме в любой момент мог взорваться газовый баллон. Все произошло накануне. Мужчина приехал с работы домой и увидел, что горит соседний частный дом. Пожарные были уже в пути. Дожидаться помощи времени не было. Мысли были только о том, что в горящем доме может находиться человек. Сосед действительно был в доме, однако покинуть его он категорически отказался, говоря, что в гараже стоит автомобиль. Майор полиции вместе с соседом вынес домовладельца на улицу, укутал одеялом и передал скорой помощи. Затем прибывшие пожарные помогли распахнуть ворота. Сергей Кустов на своем автомобиле подъехал к гаражу, прицепил на буксир машину потерпевшего и отогнал ее на безопасное расстояние. И таким образом хозяин дома и его имущество были спасены. И в завершении история о подростках, которые задержали грабителя в краевой столице. На глазах у пятерых ребят неизвестный отнял сумку с продуктами и деньгами у пенсионерки, разговаривавшей с знакомой. Мальчишки бросились за злоумышленником, забрали у него украденное. Однако злоумышленник успел убежать. Его позднее поймали сотрудники полиции. Ну а ребята накануне получили награду за свои действия. И на этом у меня сегодня все.